Подержанные машины двинулись в рост. Подержанные машины двинулись в рост. В апреле продажи увеличились на 8,6%. Газета «Коммерсант» номер 85 от 21 мая 2019 года. Строение 9. Продажи поддержанных легковых автомобилей в апреле, в отличие от рынка новых, уверенно закрепились в плюсе. Сегмент показал рост на 8,6%. Это рекордный скачок спроса на фоне предыдущих месяцев, когда рынок показывал куда более скромные результаты, даже уходя в минус. На рынке расходится в оценках причин такого рывка в апреле, говоря как о смещении спроса с первичного рынка, так и о низкой базе прошлого года. При этом участники рынка и аналитики соглашаются, что о долгосрочном тренде говорит не стоит, и в основном ожидают более скромных результатов по итогам года. В апреле продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ выросли на 8,6%, до 482,2 тысячи штук, сообщил Автостад. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, LCV, тогда, напротив, сократились, на 2,7%, до 148,3 тысячи штук. В январе, апреле рынок машин БУ также вырос на 2,8%, до 1,6 миллиона штук. Ранее динамика была разнонаправленной, в январе продажи росли на 0,6%, в феврале – на 1,3%, в марте – падали на 0,2%, 2,4%. Составил рост продаж легковых автомобилей с пробегом в 2018 году, по данным Автостата. Спад продаж в сегменте БУ в апреле не показал ни один бренд из топ-10. Продажи поддержанных моделей лидера рынка LADA увеличились на 6,6%, до 123 тысяч штук. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры, РАД, Олег Масеев отмечает, что это долгосрочный тренд. На вторичный рынок начинают выходить первые LADA Vesta, продажи которых ранее активно росли в сегменте новых машин. Быстрее всего традиционно росли продажи Kia на 18,4% и Hyundai на 16,7%. Дилеры ажиотажного спроса на БУ автомобиля не увидели. В РАЛЬФе его называют стабильно высоким, говорит глава подразделения автомобилей с пробегом Алексей Баринов. Продажи в апреле увеличились на 12%, до 6,1 тысячи штук. Рост реализации новых автомобилей стимулирует вторичный рынок, так как покупки нового автомобиля чаще всего сопутствуют продажа предыдущего, поясняет он. Хотя иногда клиенты готовы рассматривать БУ машину в качестве альтернативы новой. Он отмечает, что доля сделок внутреннего трейд-ин растет. В апреле более 15% сделок в РАЛЬФе прошли с выкупом предыдущего автомобиля. В ГК АВИЛОН также видят потенциал в инструменте трейд-ин. БУ машин, ожидая роста его доли в высоком ценовом сегменте до 30%, в низком – до 20%, говорит операционный директор дилера Александр Никонов. Помимо возможности купить через трейд-ин, в пользу выбора БУ автомобиля также играют снижение уровня жизни населения и более низкий прайс в сравнении с новыми машинами, добавляет глава департамента продаж автомобилей с пробегом ГК Автоспецентр, АСЦ, Владимир Желобов. Дмитрий Бабанский из СПС Консалтинг, говорит, что у граждан нет денег на новые автомобили, и в то же время они активнее продают свои машины, чтобы поддерживать текущее благосостояние на фоне снижения реальных доходов. ПИАА Директор Авито Андрей Барковский говорит, что большинство водителей первые предпочитают покупать БУ машину. Как продажи машин в апреле ушли в минус гендиректор CarPrice. Онлайн-аукцион Денис Долматов полагает, что половина апрельского роста продаж, компенсация падения в апреле 2018 года, на 4,6%. Владимир Беспалов из ВТБ Капитала отмечает, что результат одного месяца непоказателен, и на 2019 год дает прогноз по росту в 2,53%. При этом часть покупателей может перейти на вторичный рынок в случае существенного падения продаж новых машин, полагает он, не ожидая такого сценария. Продажи новых легковых автомобилей и LCV, по прогнозу аналитика, вырастут на 5-6% в 2019 году. Денис Долматов в 2019 году не ожидает роста рынка БУ. Восстают прогноз в 9,5% роста, в Вавилоне, в пределах 10-12%. Сергей Юдалов из Автостата отмечает, что из-за большого объема рынок БУ более стабилен, чем сегмент новых, ожидая сохранения продаж на уровне 2018 года или роста в пределах 5%. Доля продаж машин с пробегом через официальные каналы заметно вырастет. Даже если рынок не покажет рост, то, отмечает Денис Долматов, дилеры увидели в продажах машин с пробегом источник устойчивости и дополнительного дохода. Доля дилеров в продажах БУ автомобилей ежегодно растет. Ольга Никитина